Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Что делать, если вы получили травму на работе? Как проводятся расследования и какие компенсации предусмотрены в таких случаях? Об этом говорим сегодня и в нашей студии начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Александр Шедловский. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Александр Александрович. Добрый вечер. Ну как меняется картина с травматизмом? Вот от года в год, как вам видится эта ситуация? Она ухудшается, усугубляется или меньше все-таки случаев такого травматизма становится? Ну, по сравнению с 2014 годом, то у нас уровень численности несчастных случаев уменьшилась. И по тяжелым 83 случая, смертельные 26, групповые 7 человек. Ну, в принципе, конечно, много несчастных случаев. Очень, значит, много гибнет людей. Погибших, хотя погибших снижается, с 2010 года 85 человек, в 2014 было 45. А в 2015 еще не закончился? В 2015 пока еще у нас 33 человека. Погибли? Погибли, да. На производстве? На производстве, да. Вот скажите, пожалуйста, гибнут чаще всего? В каких отраслях, какие отрасли вот такие остаются? Самые такие, ну, как сказать, самые, да, травмоопасные отрасли, это у нас промышленное производство и строительство. Да. Где самое большое число несчастных случаев. Несчастные случаи, основная из причин, это недоторительное производство работ. Сюда что включается, как пишем, в части, то есть недостатки в обучении работников по безопасности труда, нарушение трудовой дисциплины, нарушение технологического процесса производства работ. Вот это основные случаи. С другой стороны, если брать нас, конечно, и травматизм молодеет, еще какая одна из причин? То есть за эти годы перестройки у нас потеряно такой вид обучения, как профессионально-техническое обучение. Раньше этому государству уделяло большое значение. А техники безопасности тоже там учили? Да, там учили техники безопасности, ну и безопасному производству работ. То есть там уже готовили готовых работников для различных отраслей народного хозяйства. И они приходили уже на предприятия, готовые, ну как сказать, выполнять свою работу безаварийно. В данный момент это отдано на откуп, то есть только на больших предприятиях проводится обучение, но это обучение, оно проводится, как сказать, с нарушениями и некачественно. Поэтому травматизм растет и до 30 лет, то есть много гибнет молодых людей. Ну основная причина, это, конечно, недостатки в обучении людей. Вот вы сказали, что невысокий уровень самих работников, вот отделов по безопасности труда, да? А как можно исправить эту ситуацию? Я слышала, что со следующего года должны быть все дипломированными вот такие специалисты. Вот, а государственная инспекция труда не может какие-то проверки проводить, повышать уровень тех же работников или нет? Вот нужно же причины-то искоренять, вот причины назвали, и, наверное, с года в год они одни и те же. Нет, ну, мероприятия проводятся, вы все знаете, что проводится конкурс рабочего мастерства, проводится и в Самаре. Ну это для работников, а для специалистов охраны труда? Ну, а для специалистов охраны труда тоже. Мы здесь и в Самаре проводим обучение, они проводятся обучение на курсах. И, в принципе, самый лучший процесс обучения, когда мы работаем непосредственно с организациями, работаем с представителями, как раз с работниками охраны труда, с специалистами по охране труда, и у них происходит не только теоретическое обогащение, но и практическое обогащение. Мы с ними работаем и по несчастным случаям, по обращению граждан. И поэтому мы повышаем их уровень. Ну а так, конечно, каждый специалист, уважающий себя по охране труда в организации, и работодатель, они самостоятельно проводят обучение специалистов по охране труда. А количество жалоб в инспекцию труда увеличивается год от года? Количество жалоб, да, увеличится в инспекцию год от года. А о чем это говорит? Вот если проанализировать, почему становится жалоб? Вы говорите, случаев травматизма меньше, а жалоб больше. Вот как это связать? Ну, жалобы у нас поступают, ну, работники обращаются и непосредственно по вопросу травматизма, то есть расследования несчастных случаев, они обращаются или к работодателю, если работодателям отказывают или не проводятся расследования, если случаи сокрытые, они обращаются в государственную инспекцию труда. И также у нас много других вопросов. Основной из основных вопросов это у нас легализация трудовых отношений. Да, вот твой следующий вопрос как раз этому посвящен. Вот работники... Если нет договора трудового работника, а он получил травму, вот он на что-то может претендовать или вообще ни на что? Ну, он, в принципе, претендовать не может. Ни на что. А как же? Ну, а потому что у него нет трудовых отношений. Мы, когда проводим мероприятия в организациях, проводим выступления, мы говорим, в чем плюс заключения трудовых отношений. Заключения... Да, договора, да. Ну, да. Заключения трудовых отношений, то есть официально, то есть получение трудового договора. Это как раз у работника есть право на расследование несчастного случая. У него происходит накопление пенсионных накоплений, хоть пенсии небольшие. И вот это право, оно реализовывается уже в инспекции. Плюс это понятно, но не все работодатели на это идут. А вот как этого добиться, потребовать, вот в чем проблема-то? Ну, этот процесс, в принципе, сложный. Как мы можем добиться, если он не работник? Мы же проводим расследование с работниками. Если хотя бы у него были гражданско-правовые отношения, тогда и то прописано в положении расследования, что или если работник погиб, то должен или он обратиться, или его родственники. Только тогда проводится расследование, если у него гражданско-правовые отношения. Понятно. То есть вот если он даже соберет доказательную базу, что он там, ну, не дай бог, руку сломал или ногу на работе, да, бесполезно. Это ни к чему не приведет, если у него нет договора. У него первый этап должен быть, это установление трудовых отношений, также в судебном порядке. Если они будут установлены, трудовые отношения, то несчастные случаи мы расследуем. А если нет, то нет. А если не будут они установлены, то не будут. У нас же есть определенный перечень документов, необходимых при расследовании несчастного случая. Одним из них, документами, является медицинское заключение. То есть работник должен, работодателем, если работодатель его не доставил в медицинское учреждение самостоятельно, то мы делаем запрос. И на основании этого медицинского учреждения заключение есть само подтверждение факта несчастного случая. Или двух очевидцев, должно быть два очевидца, которые в судебном порядке тоже могут подтвердить, что работник, да, действительно в этой организации работал и выполнял работу в интересах работодателя. Вот сейчас не такое комфортное, благоприятное время, года, сезон такой. Скажите, вот в этот сезон увеличивается количество случаев травматизма или, в принципе, от сезона ничего не зависит? Вот из вашей практики. И уже 32 года, по-моему, сказали, что вы работаете уже, да, в инспекции? Нет, я в инспекции 10 лет я работаю. Нет, в сезонной, конечно, есть изменения. Сейчас же, ну, как бы, приостанавливаются строительные работы, потому что сезонные, поэтому... И уменьшается по этому количеству, да, получается? Уменьшается количество, да. Сейчас, допустим, торговля замирает. Нет торговых мест и на набережных, и везде. Поэтому, как бы, производство замирает, тем более, плюс кризисом. Да, хоть кризис и не плюс, конечно, но вот... Ну, да, я имею в виду, что сейчас это... Да, да, да. Кризис, да, тоже сокращается количество рабочих мест. Поэтому количество несчастных случаев уменьшается. Ну, вот если человек получает травму, да, работник, понятно, там, он может на что-то претендовать, или если у него нет договора, не может. А работодатель, он какую несет ответственность? И от него что? Что он должен сделать? У него какие обязательства перед работником, который получил травму? Ну, работодатель-то, в 212 статье закреплено, что работодатель обязан расследовать несчастные случаи на производстве. А как он может сам расследовать? Работодатель, а он сам расследует, это 227-231 статья от Удового кодекса Российской Федерации. А инспектора труда что делает? А вот я вам скажу, что работодатель создает комиссию, это его прерогатива. Он отвечает за качество проведения наследований несчастного случая. Инспектор может быть или по охране труда, или с Ростехназора, в зависимости от подназорности оборудования или это. Инспектор возглавляет комиссию и руководит ее работой. Да, понятно. Понимаете? И на инспектора, конечно, возлагают большие обязанности, потому что главное, инспектор должен участвовать в создании комиссии, чтобы она была легитимной, правомощной, и чтобы она смогла принимать те решения, которые нужно будет для решения дела. То есть, если будет комиссия большинством за инспектора, то будет принято решение то, которое нужно. То есть, случаи будут связаны с производством или не связаны с производством. То есть, это одна из основных задач инспектора – создать комиссию, которая была бы и правомощной, и легитимной, и в то же время могла принимать те интересы, которые бы и устраивали бы и пострадавшего работника. А вот работодатель, который нарушает порядок расследования несчастного случая, он какую-то ответственность за это несет? Несет. Или, в принципе, он может… Там у него какие-то свои мотивы. Нет, работодатель, который нарушает порядок расследования, может быть, сокрытие, вовремя не посылает извещение или вообще скрывает случай. У него наступает ответственность у этого работодателя в соответствии с административным кодексом. То есть, на него накладывается взыскание в виде административного штрафа. Но в случае срока давности не имеет, поэтому к нам поступает заявление, и бывает уже совершенных случаев, которые работодатель скрывал, а работник боялся об этом заявлять, потому что дорабатывал до пенсии, и потом нам поступает заявление. То есть, срока давности случаев не имеет. Может, через 5, 10, 20 лет. Мы эти случаи, у меня много случаев было, мы эти случаи расследуем, и работник потом в процессе уже может оформить не только инвалидность, но и инвалидность по трудовой травме. Да, хотя вот, а как же быть с доказательной базой, если вот столько времени прошло? Ну, доказательная база, ну, в инспекции работают профессиональные инспекторы, а у меня этот случай был с таможенным управлением Нижегородским. В случае 2014 года к нам обратилась с требованием транспортная прокуратура Приволжская, и на основании уже проведенного расследования, это было дорожно-транспортное происшествие, расследовал работодатель, я провел проверку и установил, что расследование было проведено с нарушением, то есть нарушен сам порядок расследования, святая святых. То есть, комиссия была неправомощно, собиралась не вовремя, семья пострадавшего, жена не была уведомлена, и была лишена права защищать интересы мужа. И поэтому написал заключение, то есть на основании заключения было выдано предписание работодателю Приволжскому таможенному управлению составить акты на один, но они в судебном порядке свои права оставили, мы свои, вот на данный момент уже мы получили апелляцию там с областного суда, все суда выиграли, и жена, просто это погибшего Смолякова, она получит один миллион рублей. Да, понятно. Ну вот наши люди, самарцы и жители губернии, работают не только на территории нашей области, но еще, наверное, и за границей где-то, да? А в таком случае, если там, в другой стране произойдет несчастный случай, вот вы какие меры можете принять? И вообще, вот как действовать в такой ситуации? Ну, у нас в этом году не было два случая. Один случай был в Турции, на автомобильном транспорте автоперевозчик при прохождении таможенного контроля, вот, обнаружили, что водитель скончался. На одной руке у него был тонометр, в другой таблетки. То есть мы этот тоже случай проводим. Там первоначальные действия провела турецкая полиция. Мы делаем, естественно, запросы. Вот, на данный момент мы ждем акт судебно-медицинского исследования этого трупа с переводом. Это, ну, один из основополагающих документов. Мы его получим, и несчастный случай будет расследован. То есть причины, в принципе, мы установили. Работник в данной организации был допущен к работе без прохождения предварительного медицинского осмотра. Поехал в Турцию в жару, и вполне вероятно, что у него и так было... Понятно. А кто ответственность будет нести, и даже материальную компенсацию в таком случае выплачивать? Материальную компенсацию также выплатит государство посредством фонда социального страхования. Один миллион. А работодатель будет привлечен к ответственности, потому что основная причина здесь у нас будет не естественная смерть из-за ухудшения его самочувствия, а будет то, что работодатель не провел периодический медицинский осмотр, предварительный, вернее. А требования такие же, как у нас и в Турции, они, в принципе, по медосмотру, они, наверное, одинаковые. Ну, требования там разные, но нам документ нужен. Понятно. Плюс сделали запросы работодателей в кубинские органы. Сейчас мы ждем материалов. Когда нам прибудут материалы, мы будем уже их изучать. По крайней мере, сейчас пока собираются те документы, которые мы можем собрать. То есть работодатели сейчас готовят документы, которые были предоставлены. Среди доустройства, трудовой договор, прохождение сухтажей и, как говорится, обучение по охране туда, прохождение медицинских осмотров, командировочные документы. Все мы сейчас это изучаем. А вообще, вы сказали, количество смертельных случаев уменьшилось, да, но они все-таки... Количество, да. Да, вот 33 человека на сегодняшний момент. Знаете, вот такой вопрос. Если смерть наступает не в результате травмы, да, такой вот очень тяжелой, а какого-то заболевания. Вот работает, работает, человек схватил у него сердце или что-то еще произошло, и он умирает буквально в своем рабочем месте. Вот как вот с этим всем разобраться? На что могут претендовать родственники? И как вообще, опять же, вот в таких ситуациях действовать? Также, если он даже умирает на рабочем месте, проводится расследование. Также, несчастного случая, собирается все документы, посылается все извещения. И в процессе уже расследования, изучая полученные документы и материалы, мы уже приходим к выводу. Или его была основная причина, это естественная смерть, то есть за счет ухудшения его здоровья. Общего самочувства. Общее самочувствие. Или было какое-то нарушение, вот я им веду. Или человек не прошел, предварит медицинский осмотр. У меня случай был, человек не прошел, вернее, прошел периодический медицинский осмотр. Но была рекомендация комиссии врачебной его перевести на другую легкую работу. Он не был переведен. Это было мной установлено, поэтому этот случай тоже был связанный. То есть одна из основных причин, это было вроде бы как ухудшение его здоровья. А с другой стороны мы установили, что одна из основных причин, это была как раз не перевод его на другую работу. Понятно. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Илья спрашивает, могу ли работать с электрограмм без группы допуска по электробезопасности? Конечно нет. Это требование Ростехнодзора, как он может работать. Он должен пройти обязательно обучение, сдать экзамен, получить определенную группу и работать. И только тогда он будет уже электриком. А вот если предприниматель, работодатель допускает его? Нет, он его должен обучить как электрика, во-первых. Он должен пройти профессиональное техническое обучение. Должен пройти обучение по охране труда. То есть самому ему даже лучше не рисковать, даже если его допускают. Ну скажут, когда-то я работал с электричеством. Нет, самому ему лучше этим делом не заниматься. После выдачи средств индивидуальной защиты из нас удерживали деньги. В каких случаях вообще нужно платить? За средства нужно платить все-таки работникам? Или это обязанность работодателя? Нет, это обязанность работодателя. Работодателя, это 212-я статья, работодатель обязан обеспечить работников бесплатной специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты. За счет средств работодателя. И статья 221-я говорит о том же, что работодатель обязан, первая статья, как у нас начинается, обязан обеспечить безопасные условия труда. И пошло. В том числе как раз обеспечить его специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты. То есть, если нечестный случай произойдет, вы будете разбираться и скажете, что он был без обеспечения. Он его обязан не допустить к работе, к выполнению работы. Какую квалификацию должен иметь работник, назначенный ответственным за содержание в исправном состоянии инструмента и приспособлений? Квалификация таких работников, ответственных за содержание инструментов? Есть, наверное, определенная квалификация. Но вообще отвечает человек, который занимается безопасностью труда на производстве. За все отвечает работодатель. Изначально работодатель? Работодатель отвечает, да. А вообще, очень интересно, работодатель сам принимает решение, потому нужен ему специалист по охране труда в его организации или нет? И если его нет, то, получается, в любом случае, если есть этот специалист по охране труда или нет, все равно работодатель за все отвечает. За все отвечает работодатель. Есть статья 217, там от 50 человек назначается специалист по охране труда. Работодатель, он сам, конечно, за все отвечает, но у него есть право делегировать свои полномочия. То есть он себе расширяет штат, создает заместителей, ответственных лиц за эксплуатацию транспорта, за эксплуатацию оборудования, за, допустим, за эксплуатацию этих инструментов. И пилы, наверное, или что-то. Да, он их проводит, обучение, выдает им должностные инструкции, готовит их и отдает их приказам. И они несут полную ответственность. То есть он свою ответственность имеет право делегировать должностным лицам. Понятно. Какая существует специфика по охране труда в сфере ЖКХ? Вот, правда, вы не упомянули, что там вот строительство. Или вот строительство относится к этой сфере? Нет. Это другое. Что-то есть? Вот если ЖКХ разбираться, там как ситуация складывается, какая-то есть специфика в сфере ЖКХ? В ЖКХ там, да, там есть огромная специфика. Там же есть и слесари, которые обслуживают же эти всеразличные колодцы. Там тоже у них очень огромная специфика. Они же и занимаются уборкой снега из крыш, работают на высоте. Действительно, да. У них там большая специфика. Они также там должны проходить обучение, естественно, и обучение безопасным методом выполнения работ на высоте, сейчас согласно новых требований. И у них тоже есть работы повышенной опасности и среднами производства. Поэтому вот при обслуживании какого-то оборудования в колодцах, в подвалах зданий... А есть такие случаи, что вот люди гибнут даже в колодцах, да? Да, есть такие случаи. Поэтому и бригада должна быть у них не менее трех человек. Обязательно должны быть противогазоизолирующие с вынесенными воздухозаборником. Должны быть страховочные пояса, то есть чтобы вовремя оказать. Должны быть газоанализаторы. То есть прежде чем спуститься в колодец, он должен замерить там, как среда там опасная или не опасная. Если нет, там газ. Поэтому и случаи были, да, что даже по два человека, по три. То есть один спустился, другой видел, что он упал, не знает зачем. И пытается ему помочь. Тоже теряет сознание. Ну это обучать, конечно, нужно людям. Это обязательно нужно людей обучать, да. Какие специальные условия нужно соблюдать в косметическом салоне, где производятся услуги по инъекционной медицине, а также другие различные медицинские процедуры? Вообще, вот отрасль медицинская сфера, там тоже же, наверное, очень много каких-то вот... Да и медицинская отрасль, там тоже же есть. Конкретно в косметических салонах, там что, есть какая-то опасность по охране труда и инъекциям? Или опасность для пациентов побольше? Может, для пациентов. Но там тоже есть какое-то, наверное, оборудование. Если они пользуются, допустим, каким-то даже тем же электрофеном, у них есть оборудование, вот это надо проверять, что фен был исправен, чтобы были исправны там, а розетке был исправен сам этот провод, который соединяет вилку и сам этот... Ну, кстати, да, вот пока вот вы говорите, даже вот были случаи, когда... Ну, это не с этим связано, когда вот у зубных, у стоматологов там умирали люди в креслах, да? Ну, это, конечно, наверное, не с охраной труда, но все-таки вот... Ну, у стоматологов там тоже надо, чтобы оборудование, допустим, было заземлено, потому что он этим прибором, как говорится, пациенту в полость рта вошел прибором, а если прибор не заземлен, может быть, и даже удар электротоком. А вообще, вот как строится взаимоотношение инспекции труда государственной вот с такими мелкими частными салонами там, стоматологическими, косметическими и так далее? Ведь сейчас мы выяснили, что там тоже могут быть несчастные случаи, а даже не среди сотрудников и работников, а даже среди пациентов. А вот это как-то вот вы эту область курируете или нет? Или это... Нет, но у нас это обычные плановые проверки или внеплановые проверки. А так мы, в соответствии с 294-м федеральным законом, мы их никак курировать не можем. Только если у нас есть распоряжение, то есть если проводится проверка. А проверка когда проводится? Или плановая проверка, которая формируется за год до наступления этого периода работы, или внеплановая, которая формируется за счет обращения граждан. Следующий вопрос, должен ли работодатель страховать своих работников от несчастных случаев? Вот эта обязанность ложится? Да, ложится обязательно. Работодатель должен страховать их от несчастного случая. У нас же есть, когда мы квалифицируем несчастные случаи, есть квалификация несчастных случаев, связанные или связанные на производстве, да? И страховой несчастный случай. Это понятие. Поэтому все должны быть застрахованы. Потому что если он не застрахован, работодатель с него не выплачивал фонд социального страхования, То даже если случаи будут связаны, то у работника возникнут проблемы, надо будет их решать в судебном порядке, чтобы фонд социального страхования признал его страховым. И работник получал выплаты. Да, понятно. Вот еще такая ситуация. Если работник получает травму, даже тяжелую, но по собственной вине, что-то он там сам не выполнил, нарушил. Вот какие бывают там, сам правила безопасности не соблюдал, оборудование неправильно включил или выключил или что-то. Вот в таком случае он на что-то может претендовать? Конечно. Этот случай будет расследоваться, будет установлено, как он прошел обучение работы на данном оборудовании, работник, что он нарушил. Даже если что-то он нарушил, устанавливается вина работника, а потом устанавливается степень этой вины. А там от 25% и до нуля. То есть работник здесь имеет полное право. Он работал на производстве, он работал в интересах работодателя в рабочее время. Нарушил он. Но надо смотреть, почему он это нарушил. Потому что с ним, может, не провели... Или некачественное обучение, или некачественный инструктаж, или он не изучил оборудование. Понятно. Поэтому этот случай в любом будет расследован, но в зависимости от его вины, может быть, у него будет меньше выплаты. А так он имеет полное право на расследование. Вот очень много случаев, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. И не всегда легко разобраться в этом. Работник уходит с производства, садится, даже, может, на служебную машину, или такси заказывает, и попадает в ДТП. Вот как со всем этим разобраться, если несчастный случай происходит в результате ДТП? В каких случаях он признается производственным травматизмом? Ну, ДТП, это если дорожно-транспортное происшествие, если работник ехал в машине, а работодатель непосредственно... Да, только в этом случае, да? Да, в этом случае это считается ДТП или этот самый... А если с работы поехал или пошел, да? Если у работодателя организована доставка на работу из рабочего места, на транспорте работодателя, тоже производственная травма будет. А если он едет на городском транспорте, то в данном случае у него нет. В данном случае когда может быть? Если работодатель его в рабочее время направил куда-то в какое-то учреждение, выполняет какую-то работу, тогда этот случай тоже будет на производстве. Да, а вообще какие документы нужны, чтобы подтвердить факт производственной травмы? Или вот человеку кажется не до этого, да? Вот он получает травму, ему еще какие-то нужны документы собирать. Вот кто этим должен вообще заниматься? Работодатель собирает. Сам работодатель? Сам работодатель. Если работодатель случай сокрыл, поступает жалоба в инспекцию или обращение, вот, расследует инспектор государственный, он делает уже сам запросы. Запросы делают соответствующие органы, вот как, допустим, если в ДТП мы расследуем дорожно-транспортное происшествие на основании материалов ГАИ, обязательно. Да. Вот недавно произошел случай, смерть сотрудника в автозаводском районе Тольятти, да, мужчина скончался от асфиксии при производстве работы на трубопроводе в колодце. И это частная организация, скажите, вот выплаты частной организации, какими могут быть вот в сумме материальной, потому что вот государственный, вы сказали, миллион, да, в случае смерти. А если частник допускает вот такие вот случаи, он обязан что-то выплачивать? Он не обязан, если у него есть, допустим, коллективный договор, и по коллективному договору положены выплаты этому работнику на больших предприятиях, есть коллективные, хорошие коллективные договора, и там очень значительные выплаты. Если заложены это в коллективный договор. Заложены, да, не заложены, да. А если нет, то нет? Нет, да. Вот я случай расследовал, Татнефть, это компания, она в Татарии зарегистрирована, у них в коллективном договоре заложено, что выплаты по смерти у там кормильца миллион, то есть он получит выплаты из фонда социального страхования и получит выплаты от организации. А так работодатель, если он застраховал работника, ему выплачивает только фонд социального страхования. В любом случае ответственность ляжет на этого работодателя, у которого работник погиб. Да, будут установлены причины, степень его вины, обязательно установлены причины в несчастном случае, степень вины виновные лица, которые будут привлечены к административной ответственности, это в виде штрафа, или у нас присутствует еще уголовная ответственность. А какие-то еще другие меры социальной защиты, кроме денежной вот этой компенсации, предусмотрены или нет? Вот в случае травмы на производстве, на что можно рассчитывать? Ну, оплата больничного листа полностью, да. А срок оплаты больничной тоже, вот некоторые говорят, вот мне там выплатят три месяца, а может дальше и не будут платить. Вот как с этим определиться? Нет, ну если по травме ему оплатят полностью, сколько он будет болеть. Плюс фонд социального страхования выделяет деньги на его реабилитацию, на его лечение. Все это будет идти из казны, фонда социального страхования, то есть это государственная структура, будет его на лечение и реабилитацию в дальнейшем. И плюс, если травма эта будет производственная, естественно, установит его степень потери трудоспособности, он еще будет получать выплаты. У нас остается вот буквально минутка, вот основное правило, которым должен руководствоваться каждый работник, чтобы не быть травмированным и так далее, вот в такие ситуации не попадать. Вот какое, на ваш взгляд? Ну, основное правило, если не знаешь, то не нужно производить эти работы. Если сомневаешься, лучше остановиться вовремя. Если не знаешь, как делать и боишься, чтобы пострадаешь, лучше еще раз спросить или пройти ту же стажировку. То есть самому требовать даже от работодателя, вот инструктаж и так далее. Если ты, да, не освоил эту специальность, и ты в чем-то сомневаешься, и есть работы сложные, поэтому лучше тебе еще раз, как говорится, обратиться к работодателю, чтобы тебе рассказали. И начать, конечно, с оформления трудового договора. Обязательно. Вот мы с этого начали и этим и закончили. Залог успеха от оформления трудовых отношений. Да. Спасибо большое за то, что пришли, поговорили на эту вот важную тему такую, потому что очень много работающих людей, и все мы должны думать о том, что это может произойти с каждым. Спасибо еще раз, спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok